Скэнер начинает сканировать меня на счет 3, сканирует пространство над головой, сканирует пространство под ногами, все 7 тонких тел сканируется на всех частотах, находятся все маячки, загораются ярко-красным цветом, выстраиваются каналы в клетку и ответственны притягиваться в клетку-тюрьму, 1, 2, 3, скэнер начинает работать. Изнутри я посвечу своим собственным белым светом, 1, 2, 3, свист четко и ясно. Синяя не нравится мне, все остальные хорошие. Синяя, это третий глаз, вполне возможно, потому что у меня как раз виски болят. Хорошо, почему канал не выстроился? Давай настроим сейчас именно на эту чакру, на этот канал. От него знаешь, как радиоволна идет, то есть канала нет, но идет в клетке радиоволна. Первый раз вижу такое. Новый подход. Хорошо, сейчас я даю команду скэнер. Скэнер начинает изучать эту присадку, имплант, полностью сканирует ее, выстраивает канал в клетку-тюрьму и ответственный по каналам, который притягивается за эту подключку в клетку-тюрьму и становится ее заложником, 1, 2, 3. Это как облучение, что ли? Идет слово облучение. Это на меня удар был? Да, сейчас посмотрим. Ответственный за облучение притягивается в клетку-тюрьму, 1, 2, 3. Ответственный за это воздействие сил моего намерения притягивается в клетку-тюрьму. Левая сторона, как-то по всей левой стороне идет, вот это радиоволна. Такого мы еще не видели. Кто-то направляет. А как нам его притянуть? Воронку сделать. Нет, нам надо, я бы вытащить это смогу. Мне интересно, откуда она идет и кто это сделал. Там же канал должен быть. Хорошо, давай посмотрим, попробуем следующий. И от этой подключки сейчас силой моего намерения выстраивается отдельный канал, ведущий к ответственному за эту подключку, за тех, кто облучил мою левую сторону, 1, 2, 3. Канал выстраивается силой моего намерения и притягивает в клетку-тюрьму ответственного за эту атаку, 1, 2, 3. Он притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Грейс рептилует. И силой моего намерения, я даю команду, сейчас выходит из моего биополя. Это конструкция, которую установили Грейс, 1, 2, 3, и зависает в воздухе передо мной до последнего микрона, до последней ниточки, до последнего чипа. В моем биополе все выходит безболезненно, зависает в воздухе. Знаешь, это не конструкция, это как радиоволны, какие-то энергии поражающие. Очень высокочастотные. Хорошо, вот поэтому я себе меняю колбаси. Хорошо, оно выходит, Вера? Нет, оно не выходит. Ты знаешь, ты должен их как-то оторгать, что ли, и возвращать, выдавливать из себя. Вот как-то так. Хорошо, сила моего намерения, я концентрирую всю свою энергию и внутри, в моей сердечной чакре, и мощнейшим энергетическим потоком высталкиваю все чужеродные частицы, находящиеся в моем биополе. Один, два, три, все частицы, настроенные на чистоту греев рептилоидов, выходят из моего биополя, из каждой чакры, из каждого тонкого тела. Ниточки выходят до последней капли, до последнего микрона, формируется масса передо мной, зависает в воздухе. Все выходит из моего биополя, до последнего микрона. Сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Грей, рептилоиды, голограммы. Хорошо, и от этих греев рептилоидов выстраиваются каналы к оригиналу, и с силой моего намерения я притягиваю ответственных в клетку тюрьму, становятся моими заложниками. Один, два, три. Гуманоид. Ай, вот этот плащ у тебя был, получается, ты закрывал крылья от этого, чтобы не поразили крылья. Хорошо, подходим к гуманоиду. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Кто ты, паразит? Сколько у нас еще? Это тысяча минимум. И выставляем специальную высокоотражающую защиту. Один миллион герц перед ним. Один, два, три. Отражает все назад. Любое воздействие сжигает его на месте. Попытка воздействия сжигает его. И все, кто с этим гуманоидом, подожди, все, кто с этим гуманоидом, связаны с моим биополем, силами его намерения притягиваются в клетку тюрьму. Один, два, три. Выстраивается канал от гуманоида и притягивает еще ответственных, которые могут быть, подсоединить к моему биополю. Смотри, не притягивается, идет картинка, что с этой пирамидой у них стоит такой, как лазер, который они на тебя направляют. Высокочастотный. Я вот думаю, не пора ли мне высокочастотный лазер ко мне домой сюда и начать их сжигать? Защита нужна. Так, гуманоид, я к тебе обращаюсь. Как ты сюда попал, паразит? Если ты не будешь говорить, я сжигаю здесь на месте. Ты сам меня притянул, он говорит. Я тебя притянул. Хорошо, подхожу. Пять ударов копьем на чистоте гуманоида. Болезненные удары по ногам, по рукам, по всем частям тела. Он говорит, что ты к нам лезешь. Не лезь к нам. Я к тебе, я тебя сожгу сейчас здесь вместе с твоим порталом. Вы меня пытаетесь убить, сейчас я тебя буду убивать медленно. Вера, вышла вот эта масса? Да, вышла. Он говорит, что мы просто пытаемся отвратить тебя от нас. Хорошо, и ты пытаешься меня облучить и отвратить меня от вас, да? Ты меня облучил? Ты меня опять отравил, я спрашиваю? Ну, он, получается, как пытается заморозить твой синий тело твое. Третий глаз получается, да? Третий глаз получается, конечно, я вижу их. И все, что он на мне установил силами. Его намерение устанавливается на него. Один, два, три. До последнего микрона все входит в его биополе. Но вот эта энергия, она вокруг него начинает крутиться сейчас. И она входит в его биополе. Один, два, три. Сила моего намерения, да будет так. И включая на полную мощность эту энергетику. Пусть у него третий глаз поработает. Она давит на него изнутри. Вот у меня была голова, давила изнутри. Давай просканируем мое тонкое тело. Осталось там что-то еще, вера или нет? Один, два, три. И сканер начинает сканировать на предмет остаточных энергий, которые могли остаться, частички этого яда, который мне гуманоид этот дал. И все, что находит, отправляет назад в клетку гуманоиду. А пиши, что он делает. А, ну его давит изнутри. Он голову держит, чтобы не разорвало его. Хорошо. Пусть держит. Мне надо, скорее всего, с Амиром переговорить по этому поводу. Или переговорить с учителем Волховым. Как ты считаешь, Вера? Кому обратиться с этим вопросом? Волх. Уважаемый учитель Волх, я делаю сейчас специальный канал, защищенный канал. Никто не слышит в этой комнате, кроме Веры, меня и Волхова. Соединяюсь с моим учителем и прошу учителя ответить. Учитель Волх, прошу, придите. Он здесь. Я приветствую учитель Волх, посылаю вам энергию благодарности за то, что вы пришли. У меня вопрос есть. Он говорит, еще один представитель. Волх, вы понимаете, здесь такая ситуация. Мои окна выходят на отрезок на юг, направление такое. И я начал видеть их портал. И там эти пирамиды с такой скоростью летают. И они реагируют, когда я их засекаю. Вот они пытаются меня уничтожать. Опять пытаются меня как-то отравить. Сегодня облучили какую-то всю левую сторону мою. И я сейчас этот вытаскивал все из своего биополя. Просто не знаю, я могу, может, получить какое-то средство или защиты, или хотя бы там прогонять их. Они что-то не ложатся спать. Им не надо отдыхать. Поэтому у них-то больше шансов на меня воздействовать. Тем более над домом летают, зависают. У меня уже магнитометр здесь разрывается. Когда я его включаю, вместо 50 единиц он мне показывает 2300-2400. Идет постоянно какое-то воздействие на меня. Я не думаю, что это очень скоро закончится. Говорят, что нужно ставить белую большую воронку против часовой стрелки. Но у тебя не хватит сил. На то место, да? Прочистить его. Мне, наверное, не хватит не только сил. Скорее всего, это связано с этой опасностью. Они чувствуют это все, когда приближение к ним. И один, я не знаю, наверное, пока не справлюсь. Но я их не остановлю так сам, да? Нет, ты только можешь поставить защиту из плотной белой энергии. Хорошо. Из того места, где ты смотришь. Плотная белая энергия. Хорошо. Благодарю вас, учитель. Что с этим делать? Значит, тоже что и с другими. Но ты должен передать координаты. Помощь придет. Хорошо. Кому передать? Всем, кому ты передашь его. Все понял. Хорошо. Значит, это будет открытый космос. Глобальный космос у нас был или глобальный космос. Хорошо. Я могу переговорить с теми, кто придет за ним? Объяснить им ситуацию. Да, должен передать им координаты. Хорошо. Благодарю. Я могу их сейчас пригласить в эту комнату? Да, конечно. А как их... Открывай воронку. Они придут за ним. Открывается, значит, три воронка в глобальный космос. Один, два, три. И я приглашаю представителей, тех, кто должен забрать этого клиента у меня, к нам в комнату диагностики. Ну, они здесь. Они не в комнате, они стоят на своей стороне. Я приветствую. Как обращаться, с кем я имею честь общаться сейчас? Смотри, у нас такие, как... Ну, как это бароне, да? Как роботы, которые его забирают. Да. И женщины. И женщины. Хорошо. Я могу тогда обратиться к этой женщине? Как ее зовут? Как ее зовут? Прошу прощения. Она говорит просто, зови меня Ли. Ли. Уважаемая Ли, я приветствую вас. Вы, наверное, представителем межгалактической полиции, я так понимаю, да? Да. Я очень рад вашу личному общению с вами, потому что у меня такая ситуация, мне посоветовал учитель Волх обратиться к вам. Пожалуйста, вы можете сейчас запилинговать мои координаты, где я сейчас нахожусь на Земле, для того, чтобы... Тут такая ситуация, тут в поле моего зрения, как я открываю окно, находится портал Сириуса. Они выстроили огромную такую воронку, день и ночь туда летают сотни этих пирамид. И в поле моего зрения я почему-то их начал видеть. Они это чувствуют, они реагируют, они очень быстро передвигаются. И сейчас они уже второй раз пытаются на меня воздействовать, отравили меня и так далее. Как ты говорила, перед ней появился такой как экран. Она нашла твое местоположение. И в южном направлении от меня находится, в южном направлении, где-то в пределах 5-7 километров, вот этот портал. Там как раз река Рейн делает изгиб. Она видит, она говорит, мы примем меры. Благодарю вас. Ли, я очень рад знакомству и буду рад в следующий раз увидеть вас, если мы в нашей пути пересекутся. Посылаю вам энергию своей любви и благодарности. Примите ее, пожалуйста. Она говорит, мы не просто полиция, мы высшая структура. Спасибо за сотрудничество. Благодарим и мы вас. Хорошо, забирайте, пожалуйста, эту сущность и если мы еще что-то можем дополнить. Они забрали. Закрывай портал, опечатывай, растворяй. И Вера, вот как рукой сняло вот это сейчас, знаешь, с головы вот эту боль. А у нас в клетке вот это все осталось. И голограммы. Да, а если оно никому не нужно, я не думаю, что оно кому-то нужно. Открывается внизу портал в галактическое другое и все улетает до последнего микрона. Все, что принесла вот эта сущность, улетает вниз. Скорает первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И это мы еще не начали работать, Верочка. Ну да. Ладно, хорошо, все. Так, мы нас проверили. Мы можем сейчас начинать работать или что-то у меня сейчас вообще выбило все из колеи? Нам надо отпустить Волха. Уважаемый Волх, я благодарю вас за помощь. Посылаю вам энергию искренней благодарности за совет. Мы сейчас сделали все, как вы сказали. И я со своей стороны буду следовать вашим советам. Благодарю вас. Приходите чаще. Очень рада вам. Да, говорит, белой плотной энергией пользуйся. Понял, я уже увидел ее. Благодарю. И что еще? Ты хочешь душ? Я хочу душ. Да, верно. И появляются два водопада с кристально чистой водой. Один, два, три. Мы в него заходим. Кристально чистый водопад смывает из тебя и из меня все негативные эмоции и вибрации. Я посчитаю до трех. И водопад меняется на водопад со святой водой. И как закончим, выходим из водопадов. Ох, как хорошо стало. Фух. У тебя пар вышел. Ну вот я сейчас такое ощущение, что вот он и вышел. Вот же сирийцы. Из сириуса. Сейчас тебе полегчало. Вот. Мне на земле. Вера, у меня на земле полегчало. Вот так вот моментально. Значит, смотри, твой плащ, когда мы видим, это значит у тебя, ты прячешь крылья от кого-то. Значит, надо проверять тебе четко. Очень хорошо, что ты мне это сказала. Да. А чего он сам об этом не может сказать? Влад? Или мы нельзя? Он, видимо, не знает. Влад, слушай, если вот когда ты интуитивно одеваешь этот плащ, то дай, пожалуйста, знать, что что-то есть. Потому что тогда мы общими усилиями сможем устранить эту проблему. Хорошо? Он говорит, я сейчас сам все понял. Отлично. Благодарю тебя. Все, Верочка, давай. Начинаем. Веселые времена начинаются. Война с Сириусом. Ладно. Подожди, перед тем, как начнем, я прошу еще, я хочу два слова переговорить. Амир, Плеяда, прошу, выйди на контакт. Он далеко. Хорошо, тогда мы оставим его, потом в другой раз, когда будет возможность, мы с ним переговорим по этому поводу. Все, Верочка, тогда отключаемся от Амира и поехали по нашей программе. Амир говорит, если что-то срочное, телепатические я могу получать. Я связан с тобой телепатическим каналом, если что-то срочное. Я тебе передам просто информацию, ничего срочного, просто очередное нападение Сириуса. И опять пытались облучить, все вытащили, всех арестовали. Справился? Конечно. Ну, просто не знаю, у меня теперь желание тоже какое-то оружие иметь, потому что... Ну, сказали с межгалактической полиции ребята, что они примут меры. Я дал координаты, где я нахожусь. Сказал, где это находится, они засекли этот канал. Я надеюсь, что без меня все решат. Там же профессионалы. Профессионалы, но это не полиция. А кто это был? Высшие структуры. Понятно. Хорошо, я всю иерархию не знаю. Мне надо что-то делать или можно пока оставить? Я просто окно открываю и прямо вижу их портал. А они там летают сотнями. Тебе дали уже защиту. Белая плотная энергия. Белая плотней. Белая плотней. Я могу ее уплотнять. Отлично. Все. Благодарю тебя за этот совет о мире. Не смею больше задерживать. Прими, пожалуйста. Через всю галактику тебе посылаю свою энергию. Искренней благодарности. Рад помочь. Благодарю. Отключайся, Верочка. Счастливо. Все. Где ты? У меня ощущение, что я вижу твой биоробот только. Мой биоробот? А тонкой копии нет. Украли уже. И насчет 3. Моя тонкая копия выходит. 1, 2, 3. И становится рядом с биороботом. Знаешь, вышел как маленький мальчик напуганный какой-то. Ставим маячок. Зеленый, красный. 1, 2, 3. Если это мой биоробот, зеленый. Если нет, красный. Какого тебе на маячок? Биоробот мой зеленый. Мой биоробот зеленый. Да, отлично. Какого-то я не вижу тонкую. Так, давай еще раз прыгнем наверх. Еще раз сверху по фамилиям и отчеству найдем. Хорошо? Давай. И, значит, 3. Перемещайся в нейтральную зону млечного пути. 1, 2, 3. Ставис. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном пуле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Пошла. Где я был? Ты сбежал оттуда. Задолбали меня, говоришь. Кто? Сирийцы, ты говоришь, оккупировали. Серьезно? Да. Мой биоробот, да? Получается, биоробот. То есть, тонкая копия сбежала оттуда. Ничего себе. Думаю, я себя чувствую странно. Давай, наверное, сначала защитный скафандр наденем, да, Вера? Давай. Хорошо. И сейчас мощный защитный скафандр активировать. Хорошо, Вера. И бери меня, и вместе со мной поднимайся в нейтральную зону млечного пути. 1, 2, 3. К нашему кораблю. Смотри. Вот тонкую копию мы его закрыли, да? Но вот биоробот, как я его вижу, он ощущение, что вот, представь, яйцо в середине и по краям еще что-то маленькое, как отдельные копии с четырех сторон. Как куб, да? Как куб. И вот это все, оно под каким-то влиянием. Вот нам надо забрать все это с собой. Вот это все устройство, он как током от одного к другому током. Я понял. И током, а как молнии. Представляешь, четырехугольник, да? Я понял, я все понял, Вера. Так, теперь вопрос, как нам это сделать? Нам надо сначала сделать комнату и все в комнату собирать, правильно? Да. Давай, значит, тогда сделаем нашу процедуру, а после этого вытянем меня из... Да, да. Хорошо. Все. И садимся в нашу тарелку, корабль. 1, 2, 3. Есть? Да. И на счет 3 перемещаемся. Поток абсолютно предельно допустимое пространство чистейшего космоса. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Все вокруг предстается гласно своему эфирному коду. Появляется маячок зеленый-красный. Если мы на месте, зеленый. Если нет, красный. Зеленый. Отлично. Хорошо. И переходим к формированию нашей комнаты диагностики. Остается только твоя энергия и моя. Подними вибрации в комнате до максимальных. Готово. И на счет 3 формируется рядом. Защита действует. Защита активирована. Готово. Хорошо. Тебя обошли. Вода щипет тебе. В каком месте? Рука. И на счет 3. Я посчитаю до 3. И вода переключается на святую воду. Исцеляющую воду. 1, 2, 3. Правая? Да. Я чувствую. Чуть ниже плеча. Да. До локтя. Да. Сейчас запекло. Вымывает полностью весь яд, находящийся в моем биополе. Полностью. До последнего микрона. Расторяет меня. Кристаллизует на всех уровнях. Все, что не относится к моей энергетике, смывается. Неуверенность и страх они тебе запускали. Ну вот. 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 Потерянность. А знали бы они, как мне хочется, новую пушку. Или воронку огромную. На 5 километров. А, сейчас жгет правая рука. Что за паразиты такие? А в голове у тебя круг. И знаешь, как он? Как пересечен. Вот это мне сейчас и долго. В середине этого круга. То есть в середину идут иголки. Ну как иголки. Они большие, толстые такие. Они установили вот эту штуку. С четыреста. Куб какой-то сделали на тебя. Ты в середине. Я робот. И давай заканчивать с водопадом. И переходить дальше. Давай. И мы закончили? Да. Выходим из водопада. Благодарим водопад. Они уходят на свою чистоту. 1, 2, 3. Так, переходим к формированию боевой защиты. И 3. Защита действует. Защиты активированы. Да, готово. И я даю команду. И эта конструкция, силой моего намерения, которая находится сейчас в моей голове, безболезненно выходит из моей головы. И силой моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Есть в клетке она. Отлично. Посмотри, что еще есть. Есть яд и я команду. Из моего биополя выходят малейшие частицы, наночастицы яда, которые отравы, которые были введены в мое тело. Силой моего намерения я включаю свет изнутри. И этот свет вытесняет до последнего микрона любой яд, находящийся в моем биополе. Значит, 3, 1, 2, 3. Частички яда выходят из моего биополя, из 7 тонких тел, из всех 7 тонких тел. И формируется небольшой шарик, который крутится передо мной и наматрит на себя все эти частички яда, которые могут присутствовать в моем теле. Красным цветом. Отлично. С твоей правой стороны его очень много. Усиливаем потоки до последнего микрона. Все, весь яд, который находится, все чужеродное. Я высиливаю свое намерение и выталкиваю из своего биополя все чужеродное, что находится в нем. Остается только моя энергетика. Ну, там в середине красный такой, как диск. А по краям что-то белое, как туман. Вышло. Вышло все, да? И есть. С силой моего намерения отправляю в ту же клетку, где находится конструкция. Значит, 3, 1, 2, 3. Хорошо, Верочка, давай сейчас просканируем меня быстро. Давай. И я включаю скэнер и скэнер, подожди. Или мы же хотели сначала вытащить вот эту конструкцию, да? Ну, давай тонкую копию доделаем, почистим. И потом перейдем к биороботу. Хорошо. Тебе энергии нужны. У тебя 120%. Да, хорошо. И тогда я вхожу в скэнер. И скэнер начинает сканировать пространство над моей головой, на чистоте космической силы моего намерения в клетку-тюрьму. Один, два, три. Скэнер начинает работать на всех частотах. Ты знаешь, у тебя нет ничего больше, но тела пробиты. Мало энергии. Хорошо. Чистый скэнер. Сейчас посмотрю еще. Чистый, да. Все вот это вывел ты. Хорошо. Теперь давай тогда сделаем следующее. Давай меня заправим энергиями. Вот и действительно. Сколько мне нужно? 600 ты просишь. И? 45. Это счет 3. В макушку моей головы начинает входить 7 высокоибрационных потоков по 600% каждый. Один, два, три. Потоки пошли, наполняет, усиливает все необходимые цвета. Начинает поступать в мое биополе заживляющая энергия. Начинает поступать в мое биополе. Прошу Архангела Ханиила дать мне свои энергии. для восстановления тонких тел, пробитых. Один, два, три. Частота моих вибраций поднимается до часового значения 45 Гц. Один, два, три. Пошел подъем. Архангел Ханиил, приветствую тебя. Приветствую, Архангел. И он говорил, и он тебе, ну, посылает энергию, свой свет, да, посылает. Луч такой от него идет отдельный. Я чувствую. И он, ну, идет как от него информация. Объявил себя воином света. Да, объявил. Получай. Хорошо. Вселенная услышала. Отлично. Значит. Не без, не без поражений. Я это не считаю поражений. Я все это считаю, как вы и сказали. Не поражений. Я, может, неправильно. Синяк под глазом. Не, да, не без атаки будут. Понятно. Значит, надо... Не без ранений, вот как. Не без ранений. Понял. Ну, мне, значит, как-то... Они ночью подходят. Я не знаю, что мне это космические цивилизации. Мне, скорее всего, надо будет придумать какую-нибудь... Говорит, что их убрали. Их убрали. То есть это было их... На последок они тебе, да. Благодарю, дорогой, любимый архангел Ханиил. Прими, пожалуйста, на этом месте искреннюю энергию моей любви и благодарности. Мне уже стало легче, Вера. Мне уже... Фух, как в бане сижу. Благодарю. Он говорит, что наполнись спокойной энергиями и гармонизируй. Благодарю. Обязательно сегодня сделаю. И что он еще говорит? На уровне ДНК тебе надо ставить защиту, чтобы не могли прочитать. Благодарю, дорогой архангел Ханиил. Тогда мы начинаем работать. Спасибо большое. Мне намного лучше стало. Уже легче стало, Верочка. Он говорит, что синий это скажет. Синий скажет. Даст информацию. Благодарю. Через одного из вас передаст информацию. Понял. Обязательно спросим. Спасибо большое. Все, Верочка. Значит, тогда... Я заполнился? Сейчас посмотрим. По ощущениям, как ядерная электростанция сейчас. Тебе, да, гармонизировать надо. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Пошла энергия. Да, ты такой мощный стал. И вот это копье ты держишь, говоришь, ну что это за оружие? Действительно, ну что это за оружие? Надо будет учителя Владимира попросить. Что я могу с копьем сделать, действительно? Придет в свое время все. Все понял. Какая-то, подожди, еще информация идет, что там нет такого оружия, какое вы себе представляете, как пулеметы и пушки. Это нужно мысли свои тренировать до такой степени, чтобы мысленную защиту на телепатическом уровне выставлять. То есть не все нападавшие имеют биологическое, как в нашем представлении, тело. Роботы? Нет, есть субстанции, которые состоят из энергии и тонких тел только. Поэтому вам нужно тренировать свое намерение. Оно сильное, оно должно быть еще сильнее. Хорошо. Благодарю, я спрошу у синего. Мы с ним напишем новый текст обязательно. Благодарю за совет. А что, говоришь, мне закачаем? Да, давай тебе. Сколько у тебя энергии сейчас? Сколько тебе нужно и какая чистота? Девятьсот сорок пять. Три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Если я верю, что я их не вижу, эти тарелки. Пирамиды уже два дня. Или один день сегодня точно не было. Готова. Я синхронизировала уже. Уже синхронизировала. Хорошо. Тогда, Вера, давай сделаем так. Найди, пожалуйста, мой биоробот сейчас в энергоинформационном поле. Один, два, три. Да, я вижу. Хорошо. Появляется специальная сумка, в которой не контактируешь. Просто она накрывает ее сеткой, забирает с собой и поднимает в комнату диагностики. Она как под током. Под током. Давай шар какой-то делаем вокруг. И вокруг этой конструкции формируется многослойный шар, который эта энергия не пробивает, защищает нас от этой негативной патогенной энергии, находящейся в этом приборе. Один, два, три. И появляется эта сфера. Многослойная. И конструкция находится в ней. Готова. Хорошо. Теперь можешь ее. На счет три появляется ручка, чтобы тебе было удобно ее взять. И на счет три поднимайся вместе с этой конструкцией в комнату диагностики. Один, два, три. Твой биоробот чистый сейчас остался. И отправляем эту конструкцию в клетку-тюрьму силами его намерения. Один, два, три. Готово. Отлично, хорошо. Так, как эта конструкция выглядит, ты говоришь? Вот она как куб, и от него идут как ток от одного угла к другому. Вот такие. Хорошо. И сейчас я даю команду силами его намерения выстраиваться каналы и становиться ее заложником. Один, два, три. Ответственных, их уже нет. Скидывай просто все. Ну, я так разошелся сейчас. Подожди, успокоюсь. Фух. Значит, ответственных не будет, да? Открывается под этими... Всеми... Под клеткой открывается портал в галактической ядре. И все, что там находится, от Сириуса улетает в галактическую ядро. На переработку сгорает в чистейшую первичную энергию. Один, два. Давай всю клетку выкинем. И, значит, три. Открывается портал в галактической ядре. И клетка улетает в галактическую ядро на переработку. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Сидет информация, что тебе надо защитить сейчас свой биоробот, пока ты в нем не окажешься. Поставь какую-то элементарную защиту. Хорошо. И давай, Вера... Мысли, форма или что-то вокруг своего биоробота. Прямо сейчас мне сделать? Да, прямо сейчас сделай. А ну, Вера, давай прыгни к моему телу, я сделаю, а ты посмотришь. И, значит, три, Вера, оказывается возле моего тела. Один, два, три. Биоробота. Да. И, значит, три. Я формирую вокруг себя этой защиты до максимальной герцовки, необходимая для того, чтобы никто не мог войти в мой биоробот. Защита действует. Защита активирована. Готово. Как она выглядит? Она как оболочка вокруг тебя. Отлично. Хорошо. Белого цвета, да? Да. И, значит, три. Перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Хорошо. Я, знаешь, еще собрала. Здесь был как туман такой вокруг тебя. Ну, шире, видимо. Вот как куб стоял за кубом, за этим. Какой-то белый туман был. Я его собрала. Ага. А что? Я не могу его уничтожить в энергиях Земли там внизу. То есть я его забрала в комнату диагностики. Хорошо. И его надо сбросить. И открывается портал в галактическое дрон. Еще три. Один, два, три. И сбрасывает этот туман в галактическое дрон. Он наносится на переработку в чистейшую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо. Так, Вера, Дер, ты становись. А мы скэнер тебя проверяли? А нет. А ну давай, скэнерись. А то со мной столько времени потеряли. И я программирую скэнер, даю команду. Значит, три скэнера начинают сканировать. Пространство над тобой, пространство под ногами. Все семь тонких тел, клетку тюрьму. Один, два, три. Скэнер начинает работать. У меня есть красная такая же, как у тебя энергия вокруг головы. Хорошо. И я даю команду силой моего намерения. Вера помогает. Выходит весь яд. Весь все это красное. Все чужеродное начинает формироваться перед тобой. И накручиваться в шар. Плотную субстанцию. Один, два, три. Шар крутится и наматывает на себя все нити. Весь яд выходит до последнего микрона. Вера включает свой свет изнутри и выдавливает любой микрон чужеродной энергии, находящейся в ее биополе. Один, два, три. Выходит? Да. Какое происхождение этой энергии? И отправляем эту энергию в клетку тюрьму. Один, два, три. И от этой энергии выстраивается канал к ответственному. И ответственный притяг... Это то же самое, что у тебя было. Красное вот это с белым. Яд? Ну да, видимо. Да чего не на тебя полезно. Даже дурман. Не яд, а дурман. Они решили нас обоих уничтожить или как? Паразиты. Видимо, передается. Хорошо. Значит, притягивать нет смысла никого, да, Вера? Нет, я ее просто убираю. Открывается внизу портал. В галактическое ядро эта энергия улетает. В галактическое ядро сгорает чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так. Можем приступать к работе или еще что-то забыли? Можем приступать к работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!